Привет зритик, если ты меня давно смотришь, то ты уже в курсе, я уже говорила, что я ее заказала и вот я ее вчера забрала с Азона, если ты на меня в телеге подписан, то ты вообще в курсе, ну или в инстаграм ты увидел вообще первым эту коробочку, че это у нас, ты же в курсе, что у меня кот раздолбал мою бошевскую кофемолку, я вот хотела кофемолку, вообще я хотела два в одном, измельчить или кофемолку, первый раз увидела долго, выбирала, читала отзывы, смотрела, че где как, обзоры смотрела даже, Китфорд, вообще лично мной купленная для меня это вторая вещь от Китфорд, есть медленноварка, она там внизу, вообще, если так, то купленная мной, но не лично для меня, это третья вещь, потому что есть еще одна медленноварка уже у бабушки, вот у одной моей, и вот эта вещь у меня, Китфорд, всегда что-то новенькое, кофемолка КТ-1329, кофемолка измельчитель 2 в 1, корпус из нержавеющей стали, две съемные чаши из нержавеющей стали, двухсторонний нож из нержавеющей стали для кофейных зерен и четырехсторонний, такой же самый, да, орехов и специи, да-да, Прозрачная крышка, мощность 200 ватт, защита от включения со снятой крышкой Тут ничего такого сверх личного нету, даже номера моего телефонного, тут просто номер заказа, название, что это Озон и моя имя, фамилия и где эта база находится Ну а то для тех, кто вдруг будет переживать, что тут что-то не то показывают Сейчас я при тебе ее распакую, не, как бы ты ни думай, я ее уже распаковывала вчера на Озон, потом распаковывала, показывала близкому родственнику На Озон мы ее даже проверили Но я пока ее еще не использовала, я думаю, я ее буду использовать как раз на камеру Первый раз Каебочка Я даже тут приготовила то, что я буду тестировать в ней Да-да, это какао-бобы и копейные черно-бусида Коробочка, иди пока сюда Тут у нас, тадам, магнитик При моей жизни это третий магнитик Один вот как раз в той медленноварке был Которую я бабушке покупала Радути Ну как бы магнитик-то не главное Главное, что есть и кофемолка, и измельчитель Тут инструкция по применению, гарантийный талон, всякая такая штука Как ее собрать, как ее разобрать Из чего она состоит Она в пакетике Пришла, кстати, вот прямо в этой коробке Я ее обратно заболтала Тут эта штучка такая была Сейчас мы ее тут разболтаем Я думаю, когда я буду показывать действия То будут в лучшем случае только мои руки Ты меня, наверное, если первый раз видишь То, наверное, не забудешь, как я выгляжу Второе было вставлено вот в пакетике Да Кстати, очень туго было вставлено Я на базе еле достала Тут, кстати, деления такие Четыре, видимо, или шесть Да, четыре, восемь и макс Вот до максимального деления Можно засыпать что-то там Специи, орехи В книжечке, кстати, написано Ну, на какие-то определенные орехи Или там продукты, помимо кофе Как лучше измельчать Импульсом, допустим, вот так чуть-чуть Да, нажимать надо на крышку Или, допустим, не импульсом Вот сейчас покажу ее в закрытом виде И тут, кстати, тоже деление Вот и внутри, и снаружи Тут у нас четыре, восемь и макс Ну, оно как бы отпечаталось Оно металлическое Только сейчас до меня дошло Что если там выбито, значит, с другой стороны Оно будет по-другому Вот, тут у нас написано Китфорд Насколько мне известно Сюда убирается шнур Вот это я увидела только сейчас При тебе, зритель Чисто на камеру Ну, вот можно вот сюда закрутить его Но мы сейчас не будем закручивать Потому что мне как бы это Шнур-то подлиннее надо Кстати, сейчас узнаем Какой тут шнур подлиннее Ну, вообще-то как бы написано Но Показать-то, я думаю, будет Более эффективно Вот Тут с телефона управляют, да Вполне себе такое шнур Можно оболтать вот так А можно убрать его внутрь Зритель, не поверишь Я решила сначала протестить Ты тот ролик еще не делал Потому что я его еще не смонтировала И там даже не про Китфорд Ну, тоже похожая ситуация Я решила сначала сама ее снять Без камеры А потом уже на камеру Чтобы уж не быть таким лохом Тут у нас стрелочка И как оно крепится Ну, вообще, как бы Китфорд Вы же делаете до русских людей Вот моя бабушка Мне пришлось ей объяснять Что первая скорость И вторая скорость На этой самой Медленноварке Не все знают английский Вот моя бабушка И ее сестра младшая Для которой я попала Они изучали немецкий в школе Но суть такая Что пишите по-русски Пожалуйста А Ведь это могут Пользовать и пожилые люди Которые знают только русский Ну, не суть Короче, тут у нас Лок от лок От лок Я только что Соображала Как это делается Ну, она довольно туго делается Вот Если правильно схватить То ты можешь это снять Я просто подумала Что можно сначала записать Вот с этой штукой Как я говорю Кофе Потом снять Ну, как бы Может кто-то так же Как я долго думает И выбирает И хочет понять Как это делается Вот как это делается Вот так она выглядит Металлический корпус Тут пластик Тут пластик Сначала меня немножко смутило Что тут и тут пластик А потом я думаю Что Ну, как бы Все равно удобнее Стоять на пластике Допустим, да Тут немножко такие Как бы прорезиненные ножки Ну, в общем Оно не будет скользить Вот у меня На бушевской кофемолке Там полностью пластиковый Такой корпус Был практически монолит И Ну, надо было иногда Ее придерживать Тут есть такие Как бы Я не знаю Можно ли на пластике сказать Резва Вот резьба Фигнюшка такая Как вот у меня На Брауновском Стационарном блендере Вот похожая Тут как бы Такой треугольничек Мне интересно понять Где она тут фиксируется А, ну да Вот эти выемки Выемки тут И здесь вот Такие Как бы Выступы Которые И встала Можно вот так Тут тоже похоже Вот у меня Брауновский блендер И у него точно так же На чашу Ну и второе У нас Тут ножички Кстати Один вот так Вот чуть-чуть Другой вот так Вот Ну Как я прочитала По инструкции Это для дробить А это для измельчить Тут тоже у нас На 4 4,8 максимум И максимум Одинаковый На одинаковом уровне Тут находится Сейчас мы эту попробуем Вставить При открытой крышке Оно не заработает Ну как бы Почему не заработает Потому что на корпусе Такие кнопочки И эта крышка Нажимает на эти кнопочки Своим Скажем так Боковинками Стеночками Сейчас я соображу Кажется я поняла Как это делается Надо вставить Вот И крутануло Все Вот оно на месте Ну что Зритель Давай тогда Может сейчас орехи Помолим Ну не орехи Конечно Какао-бобы Я просто читала Отзывы Что кто-то помолол Даже семена Чиа Это меня вот Подкупило Думаю Все тогда Вот Она хочет Чтоб я ее купила Я хочу Чтоб я ее купила Она стоит В общем Она 200 с чем-то стоит Хотела сказать Очень легкая На самом деле Она весит Где-то около килограмма Но когда я стала Заниматься с утяжелителями И гирьку махать То килограмм Я вообще не ощущаю Поэтому Если ты зритель Немножко хиленький Еще более хиленький Чем я То возможно Молодец Тебе будет Слегка тяжеловато А если ты Все-таки Немножко дружишь Со спортом То Удобная Легкая Кофемолка Устойчивая Хорошая Красивая Мне нравится Вообще Дизайн Китфорд Ну что зритель Я готов Я думаю Что Можно какао-бобы Допустим Отнести К орехам У нас Выпала бумажка С гарантией И Вариациями Магнитиков Да Кстати Она максимально Может работать 30 секунд Потом ей надо будет 30 секунд Передохнуть И снова Можно будет 30 секунд Молодец В принципе Как Бошевская Кофемолка У меня до этого была Ну и Еще что хочу сказать Если вдруг Вы перестараетесь То там есть Какой-то предохранитель Который Вдруг отрубится Как допустим На погрузном блендере Рендбат Который тоже Я все никак не смонтирую И Вы минут 10 Дадите ей Поотдохнуть Подостыть Потом уже Можно будет делать В общем У нас орехи Для получения муки 45 грамм Максимум Импульс 15 раз Затем Непрерывно В течении 10 секунд И я решила Что Какао-бобы Ну арахис Тоже считается Бестами орехи Какао-бобы В каком-то плане Тоже орехи Хоть и бобы Сейчас я тебя Выцеплю Тут куда-нибудь Да У меня тут Весы Тоже Кэйтфордовские Хорошо Посыба Тому Кэйтфорду Думаю В чашечку Можно Так Вообще Надо как бы Сначала Взвести Эту чашечку И знать Сколько Он Череза Умная Кстати С первого Раза Мои Галовцы Старенькие Не всегда Догоняют Что надо На тару Перейти Один боб Уберем И еще Боб Уберем Ровно 45 грамм Бобов Я тут Все это Заставила Это не Видел Ну В общем Вот тут Какао-бобы Сейчас Я их Пересыпаю Так Рою Крышечкой Рисы Пока Отрубим Рисы Нам Не нужны Да-да Зритель Не переживай Ты увидишь Это И в боку И сверху Я сейчас Попробую Сначала Так А потом Покажу Тебе Как оно Сначала Ты его Услышишь А потом Уже Увидишь Соответственно Вот крышечка Здесь Вот металлическая Да Но Так как Тут Пластика Прозрачная То Будет Видно Как оно Там У нас Измельчается Начнем Вот это В принципе В крошку Я сейчас Даже Слушайте Так Прикольно Писали Отзывы Что Оно Куда-то Все Тут Распрыгивается За счет Этой Крышки Ну Вот Оно Только На Этой Части Осталось Немножко Так Вот Крошки Такой Мелко Я сейчас Камеру Поднесу Ну Ты видишь Житель Как оно Выглядит Да Я думаю Сейчас При тебе Продолжу Немножко У меня Конечно Это было Не импульсами Ну Я попробовала Просто Как Как их Сначала Измельчить Ну Допустим Не до крошки Но не до муки Давай глянем Что у нас Тут стало Туши Вполне Себе Мелко И еще Чуть Чуть И можно Будет Уже Отправлять Чтобы сварить Шоколадик Напомню Это были Какао-бобы Если что Вот Такая вот Фирма Хорошая У меня было Два таких Пакетика Вот этот Второй пакетик Я покупала На озон Честно Уже не помню По какой цене Но Войду Хорошие Какао-бобы Давай еще Немножко Измельчим Вообще Вообще Практически Еще чуть-чуть И будет Мука Нормально Так Смотри Зритель Оно На стенке Не опадает Не прилипает Ничего В отличие От моей Бошевской Кофемолки В общем Зритель Ты понял Процесс Этого Измельчения Довольно Быстро И Ну Как бы Мелко И они Кстати Не нагреваются Как бы Не совсем Крупкая Но Еще и Не мука Я Еще Их Измельчу Кстати Вот Ты-то Не видишь Но Если Так Смотреть Оно Так Разлетается Когда Импульсом Делаешь И дно Видно Прикольно Ладно Не будем Мы ее Больше Мучить Какао Запахло Совсем Чуть Чуть Вот Если Только На самом Верху На этом Стаканчике Покажу Вот здесь Чуть Чуть Совсем Отлетает Я думаю Что это нормально Тут буквально Какао Вэлла Просто Сама Отлетела Это шкурка Какао Бобов Мы Вытащим Это Сейчас На всякий Случай Мало ли И Извлечем Ну что Зрители Я с третьей попытки Вспомнила Как это делается Вот Надо Заверх Брать Тогда Будет Все Как бы В шоколаде Я думаю Что будет Видно Как оно Сейчас Пересыпается Хотя Мне кажется Какао Бобы Я Вообще Изначально Уже В кофемолке Малула Да Вот Они Тут Даже Кусочки Уже Такие Спрессовались На самом Низу Можно Будет Немножко Допустим Перемешать Потрясти Чутка Только Вокрыть Чем-то Плотненьким И снова Пройтись Ну Ну Так Как Я Обычно Малула Без Какао Вейла Чистые Какао Бобы Слегка Обжаренные И Чуть-чуть Подогреть Их До той же Микроволновки Немножечко Совсем На сковороде То Какая Вейла Тут Не было Она Более Такая Не к Сему Не Городу Но Не Менее Полезна При этом Все Вот Мы Сюда Отставляем Пока Я К тому Что Она Дает Несколько Такие Ну Немножко Мелкие Такие Фракции А сами Бобы Она Вот Хорошо Измельчает Я Надеюсь Что Там Видно Было Еще Мы Слегка Попала Этой Выломелкой Вставим Нашу Кофемолку Уже Непосредственно В общем Надо Вставлять Вот тут Выемки Такие Три В самой Кофемолке Ну В самом Моторчике Скажем Так И на чашах Выемки Как бы Выбуклые Такие И С ними Вставлять И потом Вот так Раз Как с горки Но Закрепляются Кофе Я сейчас Врешу Вообще Сколько у меня До того Кофе Осталось Конечно Там плюс Минус Сколько Это грамм На сам Пакет Идет 142 Грамма Зритель Не поверишь У меня 142 Грамма Кофе И тут Вот у нас Кофе 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 Вот Советы Для Помола Этой Штучки Инструкции Вообще Инструкцию Можно Скачать На сайте Китфорда Да Которая Мясорубка Перед закладкой В чашу Нарежьте Продукты На кубики Со стороной 2 см Для использования Лучшего Результата Измельчайте Небольшое Количество И работайте В импульсном Режиме Тут Советы Молки Зерен Порошкообразный Подходит Для турки Но я делаю Исключительно Турки По большей части Можно Даже Палочки Корицы У меня их Правда Нет Измельчать 2 половинки Импульс Три раза Затем Непрерывно В течении 45 секунд Гвозди Канис Фенфель Семена Кунжута Черный Перец Обычно Я свою Кофемолку Она Вообще Меньшего Размера Пару столовых Лужа Кидала Как раз Чтобы На один раз В турке Сварить кофе Да Это у нас Кстати Буси До премиум Кофе Ред Катана В каком-то нашем местном Магазине Покупала Как-то Но его Можно На одном Найти Конечно Это можно Протереть Допустим Полотенечком Что у нас тут Какао Бобы Застряли Слегка Ну Мало ли Как бы В идеале Это лучше Чтобы Не смешивалось Ничего Но я Как-то Ездила В одну Страну И там Покупала Кофе С добавлением Какао Зерен Кстати Вот сейчас Только заметила Когда протирала Там Вот эта Металлическая Крышка Она Такими Тремя Маленькими Штырками Штыриками Держится За счет Вот этого На этой Пластиковой Крышечке Ну да Соответственно Для особо Даренных Вот у меня Просто подруга Есть одна На свою Мультиварку Как-то Погрузила Полностью В воду Потом Удивлялась Почему Она не Работает Корпус Можно Протирать Сухой С чуть-чуть Влажной Тряпочкой Максимум Только Корпус Только Вот здесь Не надо Ее никуда Погружать Эти Соответственно Можно Мыть Мыльной Водичкой Какой-нибудь Но потом Конкретно Так хорошо Высушить В принципе То же самое Что Я делаю Многие Наверное Так делают Я надеюсь Со стационарным Блендером Я полностью Мою Стакан Разъединяется Скажем так Здесь По-моему Ножи Не снимаются Ну если Конечно Вы не захотите Его полностью Разобрать Непонятно Почему И зачем Можно Просто Вот помыть И как бы Высушить До конца Чтоб полностью Высохло Ну и крышку Тоже соответственно Помыть И высушить Зерна у нас Сейчас я покажу Сколько тут Зерен Вышло Вот Ну немножко Так ножички Оно Не все ножички Закрывают Я думаю Хватит Так-то В принципе Тут конечно Не на две чашки Но у меня На чашку Самое то Вот просто Сейчас протестим Это небольшое количество Как оно будет Я думаю Можно даже Не убирать Все камеры Отсюда Вот Чуть-чуть Сдвинул С конца Края Не менее 10 сантиметров По бокам Чтобы было Сейчас мы покроем Крышечкой Вставим Розеточку Ну и что Зритель Давай Пойдем Измельчать Ну еще Не до конца Как бы Я тебе поднесу Видно Да Остается Вот только На самой крышечке Немножко Чисто так По-моему Это нормально У меня на кофемолотке Бош Точно так же С крышечки Оставалось В принципе Довольно мелко Можно конечно И помелче сделать Ну Мне вполне Тут нормально будет Оно даже Немножко Скомковалось Можно сейчас Чуть-ка Потрясти Не заново Пустить Тут несколько Зернышек Осталось Так вот Кусочки Недорезанные Все Я приноровилась Довольно легко Это все делается Достать и снять Зернышек Зернышек Я думаю Можно в крышку Сейчас пересыпать Этот кофе В турку Конечно Будет неудобно Но в турку Мне и своей Было неудобно Я доставала Или куда-нибудь Пересыпала Уже просто Туда чайной Ночкой Насыпала У меня узкая горлышка У турки Она вообще Мельхюровая Немножко Так вот Придавилась Но это я так Постаралась Потому что В принципе Мелко довольно Вышло Да Вот на самом Дне Вообще Такое Все мелкое Практически Мука Еще чуть-чуть И оно бы Там это Кофейное Какое-нибудь Мазло Повыдало Мне Очень классная Верь зритель Не знаю Как ты Но я в восторге Сейчас внутрь Ничего не нападало Вот совсем чуть-чуть Но когда я уже Доставала Пересыпала Ну здесь Какая-то мелко Такая Пыльца Ну думаю Что-то вообще Не критично Тут у нас Совсем чуть-чуть Осталось Я не все Выгребла Ложкой Но оно реально Сделало Муку Можно я думаю Даже при случае В чашке заварить Сейчас правда Уже несколько Поздно В районе Четырех часов Сейчас дня И Только если Я решу Не спать Сегодня ночью То можно Мне сделать Этого Кофеечка Можно Глад Пересыпать Закрыть Крышечкой Ну вообще Как бы Я считаю Что кофе Если молоть То надо Смолоть А потом заварить Меня больше Еще порадовало Ну кофе Мне еще порадовало Что какао Бобы Действительно Можно тут Измельчить И они Очень даже Хорошо Попробую Уже потом Без Какао Вэлла Измельчать Не дают Хороший Такой Результат Оно Комкуется Уже Еще чуть-чуть Можно спрессовать И будет Какао Масса Кака Отертая Точнее У меня Такой Вот обзор Зрители Если ты Тоже Ищешь Кофемолку Или кофемолку Измельчитель Два в одном Вставляется Спокойно Так И Вот это Вот не касается Ножечков Если вставить Кстати Это у людиста Моя такая фишка Удобная Мало места Занимает Шнур Можно убрать Вниз Намотать На дно Хорошо Вставляется Плотно Быстро Молит Нешумная 200 ватт На чуть побочнее Чем моя Бошевская Была На 180 ватт Хорошо Справляется С кофе Хорошо Молит Вот это Вот Специи Я не буду Молоть Потому что У меня В принципе Сейчас нет Таких специй Которые Надо Молоть Но Я вообще Не жалею Что ее Купила И еще раз Напомню Зрители Ты вдруг Тоже Жаснишь Кофемолку Смотришь На эту Китфордовскую И думаешь Надо ли Тебе ее Надо Там есть вариант Я так поняла Просто чаша Для кофе С одним ножичком Есть Еще смотрела Чаша Вот такого Типа Четыре ножичка Для кофе Но я как-то Сначала увидела Вот эту Потом что-то Потерялась На озоне И В итоге Искала И поняла Что я хочу Именно Чтобы был Измельчитель Какой-то Конкретный Вот она Практически Не нагрелась Чуть-чуть Грелась А когда Тут кофе Малого И может Снова Использоваться Всем спасибо За просмотр И пока Не забудь Не забудь Поставить Палец Кверху Продолжение следует